Друзья, всем привет! С вами Евгений Соловьев. Я думаю, что ни для кого не новость, что в Казахстане вот-вот начнут или уже начали собирать автомобили Шкода. И обещали опубликовать цены уже в марте, но что-то март прошел, а цены официально нам так и не представили. Зато появился официальный сайт представительства Шкода в Казахстане, на котором можно посмотреть, какие модели будут собираться в Казахстане. Но к сайту мы вернемся чуточку позднее. Я собрал для вас всю информацию, которая есть в открытых источниках касательно производства Шкоды. В Казахстане и повезут ее в Россию или нет. Ну, а также поговорил в кулуарах с одним из дилеров и тоже спросил, чего они об этом знают. Сейчас я вам все подробно доложу и расскажу. Начнем с того, что Шкода ушла из Казахстана несколько лет назад. Это совершенно объяснимо, потому что продавалось порядка тысячи автомобилей в год. И это тоже объяснимо, потому что Казах без понтов это беспонтовый Казах. Они сами про себя так говорят, это не я придумал. Шкода стоит как понтовый автомобиль, а понтов в нем как будто бы и нет. Поэтому, в общем-то, она спросом там и не пользовалась. Что же изменилось сейчас? Почему вдруг сейчас Шкода планирует, что будет пользоваться спросом на казахстанском рынке? А они именно так и планируют. Потому что недавно я отсмотрел от корки до корки всю конференцию Шкоды, где они хвастались своими достижениями и рассказывали о планах на будущее. И вот у них там карта, на которой Казахстан помечен как Big Export Market, то есть большой рынок сбыта. Это Казахстан-то большой рынок сбыта с продажей тысячи автомобилей в год? Нет, конечно же, здесь явно упор делается на экспорт этих автомобилей в Россию. Иначе весь этот сыр-бор с заводом как будто бы и не имеет смысла. Что же, давайте посмотрим на предыдущий опыт. Например, в Казахстане собирают автомобили Kia. И вот когда только собирались запускать этот завод, везде громко кричали, что ни одному русскому эти автомобили не продадут. По крайней мере, в интернетах такие новости были. И даже казахам будут отдавать только по одной штуке в руку. В руки. В руки. Сейчас же совершенно спокойно можно найти объявление ребят, которые по параллельному импорту привозят эти машины из Казахстана. То есть там у дилеров их покупают и самостоятельно сюда привозят. То есть как минимум неофициально по параллельному импорту эти машины к нам попадать будут. Я, конечно же, встречаю другую точку зрения, что казахи, они там у себя на уме, что они побоятся санкций, все запретят, ничего к нам не повезут. Но, честно говоря, я не вижу вообще никакого смысла всех этих телодвижений, если не везти автомобили на наш рынок. Вопрос, как они их повезут? И сколько они будут стоить? Я решил пойти в куларах пообщаться с дилером Шкода, чтобы узнать вообще, что готовится. Потому что если прям Big Export Market готовится, то должны же что-то знать. Но нет, ничего не знают. Есть какие-то люди в Казахстане, которые пока что ничем не радуют. Ничего, никакой информации у дилеров нет. Отсюда вывод... Два вывода, два варианта. Первый вариант. Это все будет делаться на уровне АГР, и АГР будет сюда привозить это все и уже отдавать дилерам. А дилеров напрямую никак не подпускают. Но здесь АГР, вероятно, может столкнуться с тем, что бренд Шкода-то как бы не разрешает в Россию поставлять свои автомобили. Не знаю, как это будет обходиться. Будет ли, с другой стороны, из Китая они замечательным образом машины вроде как привозят. И второй вариант. Это будет Дикий Запад и всевозможные перекупы. Кто как может сюда, значит, будут тащить эти тачки. По цене, по тому, насколько эти машины будут удорожаться, пока будут к нам попадать, мы с вами поговорим чуточку позднее. А сейчас давайте посмотрим, что из себя представляет сайт Шкода Казахстан и какие модели вообще планируется производить. Друзья, знаете ли вы, что во Фрузинском районе Санкт-Петербурга есть станция технического обслуживания «Недилер»? Почему так называется? Да потому что «Недилер» включает в себя все достоинства официального сервиса при отсутствии его недостатков. Автомеханики «Недилер» имеют более чем 8-летний опыт работы с автомобилями «Шкода» и «Фольксваген». В работе применяется спецоборудование и программное обеспечение такое же, как у официальных дилеров. Производится кодирование ЭБУ, обновление ПО, активация скрытых функций и другие работы с электроникой, диагностика и ремонт блоков мехатроников ДСГ. Всегда в наличии оригинальные запчасти и их качественные аналоги по адекватным ценам. Поэтому самим не придется озадачивать с этим вопросом и рисковать нарваться на подделку. Цены до 40% выгоднее дилерских, а за ремонтом можно наблюдать непосредственно в открытой ремонтной зоне. «Недилер» сразу же называет цену и не навязывает лишнего. Рейтинг 5 звезд на Яндекс.Картах при более чем 300 отзывах. При применении промокода «Шкода Питер» и покупке масла на станции, его замена для вас будет абсолютно бесплатна. Станция находится по адресу Санкт-Петербург, улица Салова, дом 53. Итак, сайт выглядит вот таким вот образом. Очень мало пунктов меню, сайт очень простой, открывается сразу же на русском языке. Естественно, есть версия на казахском. Но я поговорил с другом из Казахстана, он сказал, что русский, да, второй государственный язык в Казахстане. Но чаще все-таки на сайтах, как я понял, он именно вторым и используется. Здесь, как видите, он используется первым, открывается сразу же русская версия. Сайт очень простой. Здесь вот что, компания и автомобили. Ну, давайте зайдем в автомобили. Новый Суперб, новый Кодиак, Октавия, новый Камик, Корок и Кодиак. Понятное дело, что вот эти автомобили, то есть новые Суперб и новый Кодиак, быстро к нам, я уже к нам говорю, да, быстро в Казахстане не появятся, потому что они сначала в Европе должны появиться, там пока что тоже ничего нет. На Октавию Фреслифт пока что нет даже намека. Ну, давайте зайдем в обычный Кодиак, посмотрим, что нам про него пишут. Тестдрайв, отлично хочу, уже тут есть некая заявка, которую можно заполнить в форму заявки, но, как вы понимаете, это все очень сильно предварительно. Даже в Спортлане есть, кстати говоря, Кодиак, это здорово. Экстерьер, интерьер, почему выбирают Кодиак, ну, на самом деле, там все как раз не очень интересно. Какие-то параметры готовы к тестдрайву, ну, в общем, цен пока что, к сожалению, нет, но вот есть такая вот страничка, чтобы можно было общее представление составить, например, о Кодиаке. Заглянем в корок, вот такой вот корок, как вы видите, это Фреслифт, да, ну, правильно, это актуальный сегодня автомобиль, что, в общем-то, довольно-таки здорово, интересно. Я бы очень хотел посмотреть живую на корок, Фреслифт тоже, вот тут можно про него все почитать и посмотреть. Следующий автомобиль, это у нас новый Камик. Я, честно говоря, не следил за Камиками, что-то он не очень на новый похож, видимо, это рестайлинг. Вот, здесь уже какая-то информация, гарантия 5 лет, гарантия мобильности 5 лет, гарантия на лако-красочное покрытие 3 года, гарантия от сквозной коррозии 12 лет, то есть здесь как-то даже что-то уже про гарантию, то есть что-то цен нет, но хотя бы уже что-то про то, что он нам гарантирует. Возможно, Камик появится одним из первых, но это лишь предположение. Октария, как я говорил, обычная, да, вот она до фейслифт, то есть фейслифт пока что даже не обещают, даже в планах нет. Ну, правильно, если в Европе обещали фейслифт только осенью, насколько я помню, то, понятное дело, что в Казахстане они так быстро не появятся. Итак, заходим в новый Кодиак, здесь просто вот какая-то презентация, Кодиак 2-го поколения, цены будут объявлены во втором квартале 24-го года, ну, хоть написали, как цены будут объявлены, надеемся и верим, что называется. Можно вот так посмотреть, основные характеристики, все. Вроде бы ничего, полная гамма двигателей. Чего-то сомневаюсь я, что в Казахстане будут производить полную гамму двигателей. Скорее всего, это какая-то такая страничка, ни о чем, что называется, да, и сейчас вы поймете, почему. Потому что мы заходим в новый Суперб и читаем внимательно. Совершенно новые Шкоды Суперб. Цены на новые Шкоды Суперб будут обнародованы во втором квартале 24-го года. Первые автомобили прибудут в Эстонию во втором квартале 24-го года. В Эстонию? Причем тут Казахстан и причем тут Эстония? То есть вы понимаете, что этот сайт лепился на скорую руку с эстонского сайта. Оттуда все тексты брались. Я вообще в жизни не видел, чтобы в Шкоде было настолько пренебрежение к каким-то мелочам. Всегда все очень четенько, всегда все идеально. А здесь вдруг вот такой вот конкретный ляп. Такое ощущение, что все это лепилось на скорую руку. И смотрите, если мы даже захотим посмотреть заголовок сайта, он называется Homepage. Homepage! Я даже не знаю, что на это сказать. То есть, блин, друзья, это вообще не серьезно. Так, такие компании, как Шкода, не работают. И здесь я заподозрил, неладное. А что если этот сайт не настоящий? И я решил посмотреть, кому же он принадлежит. Давайте посмотрим хуиз на него. Что мы здесь видим? Владельца здесь нет, но в общем-то это не страшно. Мы здесь видим, что name сервера относится к Skoda Auto CZ. То есть, это реально, этот сайт, ну, неизвестно, где он размещен. Он может быть размещен и в Казахстане. Но этот домен привязан к чешским сайтам Skoda Auto. Вот так вот. То есть, это настоящий сайт, информация там, это официальная информация. Все вот эти конкретные ляпы, это официальные ляпы Skoda. Давайте попробуем разобраться, насколько дороже эти автомобили будут в России, чем в Казахстане. В Казахстане понятно, что они должны будут сделать хоть сколько-либо вменяемую цену, для того, чтобы их хоть кто-то вообще как-то покупал. Поэтому она, скорее всего, будет сопоставима с европейской, а может быть, даже будет немножечко и подешевле, несмотря на то, что, казалось бы, усложняется там логистика и вот завод, там еще что-то. Но вы понимаете, что цена складывается не только из каких-то себестоимости, но и из каких-то налогов, законодательных каких-то моментов. Поэтому вполне возможно, они даже сделают чуточку и подешевле. Так вот, я начал разбираться с этим. Да, у нас таможенный союз с Казахстаном, то есть, по идее, растамаживать автомобили к нам не нужно. Но! Но нужно платить утиль сбор. И здесь получается следующая история. Так как эти автомобили произведены на территории ЕАЭС, то, к сожалению, утиль сбор, даже если вы сами приедете покупать туда Кодиак или другую Шкоду, к сожалению, будет не 3400 рублей, а будет 306 тысяч рублей. То есть, это такой чисто коммерческий утиль сбор. Если будет покупать верлицо, какой-нибудь перекупщик или, например, дилер, то для него это будут те же 306 тысяч рублей. Дальше из чего складывается утиль сбор, из разницы растаможки, это ноль, потому что произведено в Казахстане все. То есть, он не заезжал автомобиль в республику, заезжали какие-то машинокомплекты, а там уже машина собиралась. И последнее, что почти наверняка будет в утиль в это включено, это разница в НДС. В НДС в Казахстане 12%, у нас 20%. То есть, от стоимости автомобиля возьмут 8% и пишут сверху. То есть, например, если автомобиль стоит там в рублях 4 миллиона, то сверху добавят еще 320 тысяч рублей. Итого 320 тысяч и плюс 306 тысяч, 626 тысяч рублей. Вот на что, на сколько дороже станет стоить автомобиль. Плюс его сюда надо привезти. Ну, правда, если везти автовозами, я думаю, что там удорожание будет минимальное. Плюс какая-то маржа, ну, кого? Наших дилеров или продавцов. То есть, плюс-минус, наверное, где-то на миллион, этот автомобиль все равно у нас будет стоить дороже, чем в Казахстане. Но с другой стороны, все-таки, если мы машину везем откуда-то, и здесь ее растамаживаем, то там 48% сразу же накидывается. И это значительно большая сумма, поэтому вроде бы все не так уж и плохо. Я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте пофантазируем, что цена Octavia будет, например, сопоставима с европейской. Посмотрим, сколько стоит Octavia 1.4 в комплектации Style в Чехии. Добавим те суммы, которые я сказал, и посмотрим, как цена будет коррелировать со Skoda Octavia Pro из Китая. Открываем Skoda Apto CZ. Пускай, давайте, я автоматически переводчик включу. Octavia. Нас интересует с вами, естественно, лифтбэк. Хотя, может быть, кстати говоря, появится универсал, это будет очень круто. Так, 1.5 TSI. Ну вот у нас пошли стайлы. Да, ну где-то... Вот они тоже там, в зависимости от комплектации, могут быть немножечко разные цены. Ну, давайте возьмем что-нибудь средненькое, типа там 750 тысяч чешских крон. Это получается 3 миллиона рублей. Сверху накидываем 8%, накидываем сверху 306 тысяч рублей, получаем 3,5 миллиона рублей. Ну и дальше уже жадность того дилера или перекупщика, который сюда эту машину привезет. Итого она получится где-то под 4 миллиона. Китайская Octavia Pro стоит 3,5 миллиона. И даже уже за 3 миллиона их просто что-то, видимо, очень плохо покупают, пытаются продать. Поэтому даже за 3 миллиона можно взять. Это, конечно, пальцем в небо, как вы понимаете. Но я предполагаю, что все равно эти машины будут стоить немножечко дороже, чем китайские. Все равно я думаю, что эти машины будут брать лучше, чем китайские, потому что все как минимум понятно с качеством. Да, потому что еще раз говорю, что в Казахстане вряд ли там какое-то полномасштабное производство развернут. Скорее всего, это будет крупноузловая сборка, а то и вообще будут действительно просто брать готовые машины и прикручивать к ним бампера. Вряд ли они там как-то шибко плохо их прикрутят, поэтому с качеством все здесь будет понятно. Ну и, кстати говоря, если все это действительно будет особенно централизовано через АГР, то я думаю, что это еще и будет поставка официальной запчастей, что тоже очень-очень классно. Что ж, друзья, хорошо это, плохо ли это, спасет ли это отца русской демократии, что называется, пишите в комментариях. Я рассказал все, что известно на сегодняшний день, все, что смог найти. Ну а с вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok